Я считаю, что достаточно качественную группу ели, соперника просматривали, поэтому некоторые опасения были, потому что группа атаки очень быстрая. Лебеденко, Балхазов и фланги очень хорошие. В предыдущих играх очень качественно смотрелись, поэтому основного внимания уделили обороне, перекрыть свободные зоны. Я считаю, что мы сегодня справились с этой задачей, за исключением последних минут, когда команда на навалт перешла, давление стали оказаться, поэтому у нас выхода не было, перехода из оборонного атака. Так, в общем-то, достаточно качественный поединок. По атаке есть вопросы, не больше по атаке, а по реализации иголевых моментов, которые создавали. Конечно, у нас же был забивать, и все равно много раньше успокоилось. Тем не менее, результатом довольны. Мы в гонке за выживание, поэтому этим результатом мы подволили. Пожалуйста, второй год вы боретесь за выживание. Может быть, некорректно сравнивать, но опыт борьбы прошлого сезона и этого как-то учитывается? Или это разные лиги, разные ситуации? Наш опыт учитывается, а игроки меняются, поэтому здесь есть некоторые проблемы. Они все справляются с этим давлением. Кто-то нервничает на своем уровне и не играет. Кто-то зажимается, боится ошибиться. Поэтому те два дня, которые у меня были для работы, постараюсь максимально ребят раскрепостить, чтобы они все-таки играли на своем уровне. Я считаю, что сегодня они не сыграли на своем уровне. Еще раз повторюсь, за исключением завершающих этих моментов. А так, в общем-то, ожидаемо. Я так надеялся на них, что все-таки у нас есть мужчины, но только с маленькими, как в Испании говорят, и большими. То есть сегодня основной состав вышел? Да, и кто-то, я думаю, что победит. Как результат показывает, что все-таки мы в этих позициях были сильны. Ну, не получилось у нас сегодня игра. Мы понимали, и так предостережения были в плане того, что, наверное, ребята где-то недовосстановились после матча, скрылись советом, потому что очень много эмоций и сил было затрачено в той игре. И когда такие поражения случаются, либо и играли достойно, можно сказать, даже в каких-то моментах достаточно неплохо выходили в атакующие действия. Мы могли выжить из этих моментов, могли не проиграть. В этой игре нам, конечно, не хватало свежести. Видно было соперник посвежее, помобильнее. Мы пытались вследствие этого сыграть вторым номером. То есть первый тайм более-менее как-то организовано. Ну, мало было выбеганий, подходов к чужим воротам. Второй тайм чуть-чуть активизировались, чуть прибавили, но этого не хватило для того, чтобы добиться положительного результата. Хотя на последних минутах пытались там в штурм сыграть, выстрелили уже, и Осипенко пошел третьим нападающим. Получили то, что получили. Там соперник имел возможность забить, мы уже, естественно, раскрылись, начали спасать ситуацию. Поэтому вот так. Ресурсы. Понадеялись на тех игроков, естественно, выпала доля последней игры. Практически состав там 1-2 позиции меняется. На поле выходит сильнейший. Хотели освежить. Получилось. Пожалуйста, вопросы. Юрий Ставич, ну уже как бы официально команда вылет себе во вторую лилу, оформила ваши эмоции. Какие вот сейчас после этой встречи? В принципе, понятно уже все. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю о том, что команда... Я спрашиваю про ваши эмоции. После игры? Да. Ну, неприятно в домашних, перед своими болельщиками, которые все равно приходят на стадион и поддерживают нас. И проигрывают. Никогда это неприятно. И ребята это чувствуют. И мы, тренерский штаб, это ощущаем. Поверьте, что равнодушных не было на футбольном поле. Я думаю, это заметно, что они двигаются. Тут же, по примеру, у Лебеденко человек играет по 90 минут с объемом работы. Да, коэффициент полезного действия в этой игре очень низок был. Вот такой человек бежит и покрывает расстояние, в оборону опускается, тогда, когда это надо. Ощущения какие? Ну, психологически это плохо, что результат в этой игре мы не добились. Разберем игру и, естественно, готовимся к следующей игре с гимками. Стараемся там добыть победу. Пожалуйста, еще вопрос. Поверьте, ну, по крайней мере, старый показал, явно усилил, но при этом всего лишь на 20 минут. Ну, вышел на 20 минут и усилил в каком плане? Ну, впереди какая-то. Ну, у нас все игроки, которые на замену выпускаются, они должны усиливать. В то время он молодец, он сделал передачу там с углового удара, я имею в виду в домашней игре с Олимпиадем. Подачу сделал хорошую, забил Осипенко. Прибавлять есть всем абсолютно. И игрокам, которые находятся в резерве, тоже прибавлять. Надо больше работать, чтобы переигрывать игроков, которые там в старте выходят. И вследствие этого происходит вариация. Когда мы это увидим, тогда он, естественно, поставит старт в состав. И вообще еще вопрос? У нас нет ограничений. Молодой, старый, надо функцию выполнять на своем футболе. Сегодня много у нас не получилось. Может быть, и изменения будут в следующем году. До конца чемпионата 10 дней. Ваш контракт рассчитан до конца сезона или в следующий год он тоже планет? У меня лично. Да, до конца сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Под ERIC